МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пять месяцев и два курса реабилитации. Юная жительница Наринмара Лиза Михальченко продемонстрировала свои успехи. О том, что такое жить в полной жизни, расскажет Мария Владимирова. Время новостей на телеканале «Север». В студии Ирина Никешина. Здравствуйте. Губернатор округа Александр Цибульский встретился со сборной Нинецкого округа по Северному многоборью. Напомню, в ноябре наши спортсмены достойно выступили в Салехарде на Кубке России, где завоевали две серебряные и одну золотую медали. На Кубке России выиграть золото в беге с палкой удалось Антону Латышеву. Спортсмен преодолел сложную трехкилометровую зимнюю трассу быстрее соперников. Его брат Роман Латышев занял второе место в прыжках через нарты. Он перепрыгнул 571 раз и установил новый рекорд округа. А Мария Кропотина получила серебро в метании национального топорика среди женщин с результатом в 106,65 метра. За участие в соревнованиях и вклад в развитие спорта в регионе глава округа вручил спортсменам и тренеру сборной НАУ Алексею Коткину благодарственные письма. Профильному департаменту Александр Цибульский поручил предусмотреть в бюджете следующего года расходы на выездные соревнования для окружной сборной. По словам тренера сборной Алексея Коткина, для занятий спортсменам не хватает инвентаря и формы, в которые ребята представляют округ на выездных соревнованиях. Округ не представляет спортсмен формы своим сильнейшим спортсменам многие годы и проблем вращает с исполнительным интерьем, который ребята покупают за свой счет довольно дорогостоящим. Александр Цибульский распорядился к 25 декабря подготовить расчеты на приобретение для северных многоборцев необходимого инвентаря и формы. Это поручение глава региона дал заместителю руководителя профильного департамента Антону Пустовалову. Депутат Государственной Думы от Ненецкого округа посетил поселок Красное. В ходе рабочей поездки Сергей Коткин побывал в новых и строящихся учебных заведениях, а также провел личный прием граждан административного центра Приморско-Куйского сельсовета. Владимир Рожин расскажет подробнее. Сразу по прибытии в поселок Красное Сергей Коткин посетил местную школу. Кстати, она построена совсем недавно. Новое здание сдали в эксплуатацию только в сентябре прошлого года. Учреждение соответствует практически всем современным требованиям. Большой спортзал, библиотека, музей, мастерская по деревообработке и даже тир. В общем, есть все, что необходимо для качественного образования. Есть все, статки хорошие, верстыки. Шкафы тоже забиты всеми инструментами. Все есть для работы со школьниками. Другое дело, что, к сожалению, программа сейчас образовательная не так, что когда мы учились в свое время и многое разрешалось делать своими руками, сейчас прежде всего техника безопасности. Следующий социальный объект, который посетил депутат Государственной Думы – детский сад. Сейчас там продолжается капитальный ремонт. Кстати, распахнуть свои двери для дошколят. Согласно контракту, образовательное учреждение должно было еще в октябре. Однако этого не произошло. В ходе ремонта здание выяснилось, требуются дополнительные работы. Именно поэтому сроки и были увеличены. На сегодняшний день строители завершили утепление полов и приступили к выравниванию стен и откосов. На объекте сейчас задействовано 23 человека. Второй этаж нам обещают сдать в третьем декабре. Нет, там уже... Саба утепла. Но они активно работают, да? Да, мальчики вообще с 7 утра и до 12 ночи, все, до 11 всегда здесь. Также в ходе своей рабочей поездки Сергей Коткин посетил и физкультурно-оздоровительный комплекс. Его возвели не так давно. Сейчас там успешно работает сразу несколько различных секций для местных жителей. Волейбол, футбол и даже бокс. Представители последнего вида спорта наградили комплектами спортивной одежды. И еще один комплект вручается у нас Литкову Виктору. После знакомства с работой социально значимых учреждений депутат Государственной Думы Сергей Коткин провел личный прием граждан. Каждый житель мог обратиться с той или иной проблемой. Задать свой вопрос парламентарию пришли порядка 10 человек. Самое главное, мне очень важно пообщаться с жителями поселка, выслушать их, какие проблемы, что их волнует, беспокоит. И уже потом мы с губернатором обсудили, договорились, что после таких региональных недель мы встречаемся, обсуждаем все проблемы, которые высказывают жители округа. И выстраиваем пути их решения. С тем, чтобы это не осталось на листочках, на словах, а конкретно реализовалось все на деле. Региональные недели депутат Государственной Думы проводит традиционно раз в месяц. Сергей Коткин заявил, он продолжит посещать населенные пункты Неницкого округа, в том числе труднодоступные. Владимир Рожин, Антон Водряков, телеканал «Север», поселок Красное. Органы власти Неницкого округа разработали поправки в закон об образовании в НАО, в соответствии с которыми родители или родственники детей-оленеводов-кочевников смогут сопровождать их к месту учебы обратно за счет средств окружного бюджета. Речь идет о детях, которые проживают в семьях, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов севера, в том числе кочевой или полукочевой, а также о тех школьниках, которые проживают в сельских населенных пунктах, где нет школ. В действующем варианте окружного закона предусмотрена оплата проезда школьников в начале и в конце учебного года, в период зимних каникул, к месту учебы и обратно. Предложенные на заседание администрации изменения предполагают за счет окружного бюджета оплачивать и затраты на перелет для одного из сопровождающих их родителей или иных законных представителей. По словам руководителя окружного профильного департамента Лины Гущиной, в 2019 году на доставку детей в школы и обратно, в села и кочевья дополнительно потребуется порядка 8,5 миллионов рублей. В ближайшее время документ будет направлен в адрес регионального парламента, где после принятия соответствующего решения он обретет силу закона. Сегодня жители округа стали участниками международной акции «Тест по истории Отечества». Мероприятие приурочено к 25-летию Конституции Российской Федерации. Акция проводится молодежным парламентом при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации при участии молодежных парламентов, созданных при законодательных органах власти субъектов Российской Федерации. В нашем регионе «Тест» курирует молодежная палата при окружном собрании депутатов. Как проходил «Тест» и насколько сложным он стал для участников в материале Ольги Руссоу. Одной из площадок проведения акции стал лекционный зал Краеведческого музея. «Тест» проводится с целью оценки уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом. К слову, в этом году участие в акции приняли жители из 45 стран. «Мы себя тестировали правильно, поэтому это внутреннее состояние каждого, и поэтому мы объединены именно этим чувством, повторяя чувством того, что мы должны хорошо знать нашу историю». Ограничений по возрасту, образованию, социальной принадлежности и вероисповеданию нет. До начала мероприятия считанные моменты, но никакого волнения среди тестируемых не отмечается. «На первый экзамен, который я сдавал в институте государственный, я проспал, потому что уже к этому времени я перестал волноваться, потому что считал, что всё равно я что-то знаю и его успешно сдам. Я что, здесь нет волнения, надо просто интересно». Среди тех, кто решил проверить свои знания по истории, депутат Государственной думы Сергей Коткин. В акции участвуют не первый раз. Сергей Николаевич уверен, в его работе тест под названием «Каждый день горжусь Россией – это трудовые будни». «По опыту прошлых лет я вижу, что те вопросы, которые уже в этих тестах, уже там много есть ответов на эти вопросы, когда читаешь и сам для себя определяешься, что нужно почитать, что поизучать, те моменты исторические, которые, может, не очень хорошо знаешь или вообще не знаешь. Поэтому лично для меня вот это очень важный такой тест – проверить свои знания, свои силы». 40 вопросов за 40 минут в среднем по минуте на каждой. Депутат окружного собрания Николай Миловский с заданием справился досрочно. Самый первый практически через 15 минут после начала акции сдаёт листочек с решением теста. Максим Арбузов, заместитель председателя окружного собрания депутатов, тоже в первой пятёрке. Говорит, что он настраивался на участие в акции, но уровень своих знаний по истории оценивает скорее любитель. Поэтому возникли трудности. «Этот корабль вторым возле линейного корабля «Азов» полнагражден кормовым георгийским флагом. Поддержал победу и победник командиру возникли в Севастополе. Я не знаю, что это был за корабль, как он назывался. То есть тут тоже, извините, но методом тыка». По его мнению, такого рода мероприятие – хороший повод повторить пройденный ранее на уроках истории материал. А возможно и заняться самообразованием в этой области. «Я думаю, даже почаще. Мы все же думаем, что мы специалисты, мы знаем, что происходит в одной стране, мы знаем, что происходит в мире. А когда тебе задают конкретные вопросы, и ты понимаешь, что плаваешь, как на экзамене препод валит. В такие моменты я понимаю, что надо получить материал». После того, как организаторы обработают тесты, результаты можно будет узнать на сайте акции. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Готов к труду и обороне. В школе номер 4 завершается неделя ГТО. Свою полную спортивную готовность уже доказали более 300 учеников. И это только начало массового спорта, уверяют организаторы мероприятия «Спортивная школа труд». С подробностями Любовь Пермякова. Девятилетний Алексей Сафонов сдает нормы ГТО. Кроме отжимания, в состав комплекса входят бег на разные дистанции, прыжки, прессы, подтягивания. «А почему сдаешь ГТО? Для чего тебе это нужно?» «Ну, не знаю, чтобы сдать ГТО. Чтобы готовиться к труду и обороне». Желающих сдать нормы ГТО в четвертой школе много. Некоторые ученики приходят целыми классами. «Много одноклассников твоих пришло сегодня сдавать ГТО?» «Все. Вот это все. А все-таки спортсмены физкультуру любите? А почему?» «Просто любим физру. Некоторые, наверное. Но я ее просто обожаю». «Самый легкий пресс был прыжок с места длины». «Сколько раз сделала пресс?» «Сорок. А прыжок в длину – 155. Проверить себя на прочность». «И как проверила на прочность? Тяжело? Что пришлось сдавать?» «Богонемеря, еще ничего не пришлось. Тяжело сдавать». Возможность проверить себя на прочность ребятам предоставила спортивная школа «Труд», которая в округе является региональным оператором федерального комплекса ГТО. Кстати, его могут сдать не только ученики, но и все желающие, вне зависимости от возраста. «Самые старшие у нас были в Красном. Вот в том году они получили знаки в Красном. То есть это уже с 60 с чем-то лет там были. Самые молодые были маленькие. Это у нас детский сад. Это все у нас более-менее раскручиво только вот сейчас. То есть поначалу люди не понимали, потому что это давно забытое старое ГТО. Поэтому сейчас это для них может быть что-то новое. Но они уже более активно сейчас идут. Даже раньше нам было проще работать со школами. А сейчас само население приходит к нам в центр тестирования, в спортивную школу «Труд». И пишут обычную форму заявления. И мы специалисты школы, они принимают у них тесты. Вообще нормативы ГТО разделены по степени сложности на три типа. Соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знаку. Кстати, такой значок может стать решающим бонусом при поступлении в ВУЗы. У нас уже был случай. Был случай с обучающимся третьей школой. То есть ребята поступали. И получается, что ребята поступали. И у них ровное количество баллов при университете. У одного, получается, был знак, у другого знака не было. Соответственно, он получил плюс и он попал в университет. Это уже был случай. А еще студенты с такими знаками могут претендовать на повышенную академическую стипендию. Любовь Пермякова, Олень Шишелов, Телеканал Север. Серебряный на престольный крест. Книга Евангелия Учительская 1686 года. Лицевые свяцы и предметы резного иконостаса. Впервые эти и другие вещи интерьера представлены на выставке «Соборная Преображенская» в музее-заповеднике Пустозерск. Она приурочена к празднованию 500-летия православия на Печоре в этом году. Здесь можно увидеть историю Пустозерского храма с 1545 года и по наши дни. Во время подготовки выставки сотрудниками были собраны сведения о церковных священнослужителях, их деятельности и имуществе церкви. Вещи хранятся в Пустозерском и Ненецком краеведческом музеях, на Ридмашской и Мизенской епархии, а также в частных коллекциях. К сожалению, наше помещение очень небольшое, поэтому нам не удалось представить здесь еще два больших значительных экспоната, которые находятся сегодня в наших запасниках. Это фрагмент иконостаса, он более 2 метра, 2 метра 70, наверное, сантиметров. И крест с центрального купола, последняя Преображенская церковь, которая свыше трех метров. Всего за всю историю существования у Преображенского храма было три здания. Первое в 1545 году, в 1686 начали строительство второго, а в 1837 на собранные жителями Пустозерска деньги возвели деревянную церковь на каменном фундаменте, которая сейчас находится в деревне Устье. В 50-е годы само здание уже было перевезено в деревню Устье, использовалось первоначально как склад, а потом конюшки. Ну и в 93-м году здание было признано памятником регионального значения, и сегодня вы знаете, что находится в аварийном состоянии, на балансе нашего музея, и требует консервации и реставрации. Поэтому история памятника продолжается. По словам специалистов, Соборная Преображенская – это первый шаг, чтобы в будущем создать экспозицию храма в деревне Устье. Добавлю, выставка будет работать до конца февраля следующего года. Пять месяцев и два курса реабилитации. Юная жительница Наринмара Лиза Михальченко, на лечение которой в июне текущего года жителям региона была собрана необходимая сумма денег, а затем были выделены средства Красного Креста, продемонстрировала свои успехи. О том, что такое жить полной жизнью, расскажет Мария Владимирова. О трехлетней Лизе Михальченко впервые мы рассказали в конце июня текущего года. Именно тогда мама девочки Асия поверила в чудо. В чудо – выздоровление дочери, которой в два года был поставлен диагноз ДЦП. После посещения одного из столичных центров Лиза сделала первые в своей жизни шаги. Неуверенные с поддержкой, но шаги. Спустя пять месяцев, а за это время семья дважды посетила центр, Лиза ходит самостоятельно. Хочу сказать, во-первых, поблагодарить наших земляков, наших жителей Наринмара за такую поддержку, за такую помощь. И делом, и словом, каждый из вас вложил частичку себя и помог моей дочери Лизоньке. И результаты просто получаются очень хорошие результаты, неожиданные для меня. Спасибо огромное здравоохранению Сверидову Сергею Анатольевичу за поддержку, за то, что нам помогают, и финансово помогают, жители нам помогают. И вот сейчас третья поездка осуществилась благодаря нашему Красному Кресту, Центру социально-обслуживания населения. Огромное спасибо, что оказали такую поддержку, и результаты просто-напросто на лицо. Лизочка начала ходить, и просто я счастлива. Она делает без поддержки, несколько шагов может пройти. Если с ней сзади идти, то она не падая, может спокойно, смело идти вперед и не бояться. Без поддержки, без рук, без всего. То есть спокойно сама идти. Если мы доведем это до автоматизма, то у нас будет свободная ходьба. С Лизой в столичном центре работала большая команда специалистов. Невролог, остеопат, физиотерапевт, логопед и физиоинструкторы. Лиза очень любит наших инструкторов. Очень любит. Всегда им улыбается и радуется. И самое главное, выполняет все, что они ее просят. Благодаря их слаженной и системной работе девочка не только пошла, но и стала употреблять твердую пищу. Мы пошли в детский сад. Конечно, мы бываем там очень редко, но зато потихонечку привыкаем к ребяткам. Я думаю, что с кем-нибудь она подружится. У нее будут скоро в ближайшее время друзья, подруги. Впереди у Лизы тренировки, потому что важны регулярные физические упражнения, лечение и реабилитация. Впрочем, останавливаться на реабилитации только своей дочери Асия не собирается. В планах уже с января 2019 года организовать на базе одного из спортзалов учебных заведений города занятия для детей из ДЦП. Все, что для этого нужно – помещение, инвентарь и помощь волонтеров. Ведь то, что невозможное возможно, семья Михальченко знает не понаслышке. С уверенностью говоря, помощь детям – это то, что действительно важно. Есть вот такие случаи, очень серьезные, когда болезнь подступает, и ребенок находится на грани между жизнью и смертью. И сейчас в таком состоянии находится у нас ребенок Матвей, у которого лейкоз, достаточно, очень серьезная такая болезнь, страшная болезнь. И хочется сказать, надо ему помочь, обязательно, мы должны ему помочь, потому что нам помогли, у нас такой классный результат. И вам обязательно должны помочь, и Матвей, и мама, держитесь, крепитесь к вам, вы должны поверить, у вас все получится. В настоящее время Матвей Шашков проходит курсы высокодозной химиотерапии, и ему необходим дорогостоящий химиопрепарат, стоимость которого на два курса составляет примерно 200 тысяч рублей. Перевести любую сумму, которая будет направлена на лечение Матвея Шашкова, вы можете по реквизитам, которые видите на своих экранах. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Вы смотрели новости на телеканале Север, далее смотрите прогноз погоды. Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.